смотри какой у нее разноцветная видишь барби на твое давай момент обломалась сегодня наша баршева машина не хотела заводиться саппи сначала она не хотела заводиться она блокировалась потом она не хотела заводиться на заправке и мы ее оттарабанили назад от греха подальше с этой горки она залезла где габи и а сам да не сильно не сильно она боится она боится и до не штукой так сильно она боится и до опусти ее вниз опусти аккуратно вниз а рыбки плавают здесь Ну что, Ида, что ты нам расскажешь про израильскую пиццу? Очень хорошо. Я люблю Израиль. Вкусно, Габуся? Правда, вкусно? Она немножко другая, чем у нас, правда? Да. Мне кажется, намного вкуснее. Габи, можно мама возьмет кусочек? Можно? Да, мама возьмет. Ммм. Яме-яме. Все, наелась? Нифига себе, целый кусок заточила. Молодец. Ах, этот подъедает. И Дошке очень понравилась пицца, да, Идоша? Сейчас утро. Время 6 утра. Я жду автобус на Тель-Авив. Теперь остановки оснащены такой вот штукой. Интересной. Прям ни этого не было. У нас некоторые остановки в Канаде тоже так сделаны. От солнечной батареи работает. Написано время, какие автобусы должны приехать в ближайшее время. И через сколько минут они должны быть здесь примерно, да? Ихнее направление. Очень интересно, очень прикольно. Так вот, я жду автобус прямо в Тель-Авив из Мицпарамона. Очень интересный такой автобус. Едет он там два с половиной часа примерно. Что еще было интересно мне вот заметить, я хотела добавить, это то, что очень рано здесь светлеет. Очень рано светлеет. У нас еще темно в это время. Ихнее. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, у нас семейный вечер! Габи помогает бабушке делать вареники с капусточкой? У нас тут и собачки нам подарили куча собачек, у нас тут куча игрушек, все, вот здесь мы играемся, куколки, кроватки, бабушки... Что, Габи тоже помогает бабушке делать? Чоп, 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 чоп! Ну, мамочка, как тебе присутствие внуков, которые скоро улетают? Доченька, доченька, да? Доченька, доченька, я принесла, забыла каталку! Каталку! Ладно, я пошла за каталкой! Носик, как... Спасибо за каталку! Чей-то носик! Сейчас будут вареники, мама наконец-то допросилась, и мы дошли перед отъездом наконец-то сделать вареники! Габи ту! Нет, Габи ту, нет! Пока я это делаю! Сейчас я сделаю каталочки, и ты будешь так катать, хорошо? Окей! Окей! Сейчас я сделаю, Габи. Мам, где ему синие штаны? Доченька, все в шкафах! Все, иди, найди там ящички! Там ящички, все где-то слева, по-моему, слева. А, синие, которые... Посмотри, я же сняла! А ну-ка, на балконе посмотри! Сушатся на балконе? На балконе вот эти, ну, вот эти синтетические, они должны уже высохнуть. Мам и мам! Вот мы вместе! Мам и мам! Привет! Привет, моя любовь! Мам-мам! Мам-мам-мам! Мам-мам-мам-мам! И ты тоже здесь! Мы все тут втроем лепим пельмешки! Три девочки! Три девочки! Мам-мам-мам, как тебе приезд твоих внуков впервые? Ой, не обсуждается! Что мой приезд, когда через субботу вы уже уезжаете? Не успели то гости, то немножко приболели... То поездки! То поездки куда? Ну, поездки я и хотела, чтоб ты поездила, конечно! Вот, так что сегодня у нас... А еще ты мне должна, мамочки, еще должна сделать... Я должна тебя еще эксплуатануть! Да! Ты должна меня тут где-то пылить! По хозяйству! Наверху залезть, шторки постирать! Ну, а как без этого? Как Габи все делает! Молодец! Помощница уже такая большая! Ой! Так что ребенку попросила... Ребенка попросила варенички! Не прошло и десяти дней, как я наконец-то ей сделаю варенички! С капустой! С капусточкой, да! Мы делаем с капустой, мешаем... Мама тушит квашеную капусту, притушивает... И со свежей мешает! Габи тоже! Габи тоже помогает! Он тоже будет вареничек делать! А как же! Все, внуки у меня чудные! Старший внук великолепный! Все, мы тут будем играть! Завтра пойдем поиграем на музыку! Завтра еще в магазин сходим! Еще какие-нибудь виды красивые! Посмотрите, где бабушка живет! Инна на маму! Да, меня спрашивает Инна, а где это в Мицпарамоне? То есть, по всей видимости... В смысле, а где это в Израиле? То есть, по всей видимости, люди даже в Израиле не знают, что есть такие в Израиле места? Красивые! Эко-туризм! Эко-туризм! Где у нас там козлы! Эко... А где даже красивое название? Эко-туризм! Да, да! Природа! Люди ходят на джипах, ездят пешком, по пустыню! Жить никто не хочет! Ну, приехать, посмотреть! Как у вас... Приезжайте, живите! У нас есть Амидар, пожалуйста! Никого не заставишь! Ну, приехать, посмотреть Мицпарамон! И у нас тепло! То было холодно, сейчас опять хамсин жарит! Ой, а у нас здесь... Вот! А у меня здесь все говорят, что тут Доша лежит, играет! Что, Габи? Ты сделала пельмешек в варенье? Ты молодец! Ты молодец! Я вот так вот хожу в такой вот кофте летней своей! Да, вылез немножко! Ничего, там заправь его! Не страшно, все в пить окей! Здесь все как бы считается ноябрь! Значит, надо тепло одеваться! То есть, ну, в Израиле они, конечно, не ходят в теплых-теплых куртках, но все равно уже одеты по осенним! Я вот в такой кофте в шортах! Вот я в своих таких этих коротких! Дети точно так же раздеты! Мы идем на нас, все смотрят как на белых ворон! Вам не холодно? Даже ко мне подходит! Вам не холодно? Вообще-то нам жарко! У нас в Канаде летом такая температура 20-25 градусов! Люди одетые в куртках идут! Я не понимаю, как это возможно! Видимо, просто все равно восприятие того, что как бы ноябрь, нужно одеваться тепло! А мы в шлепанцах и по-леснему! И мне жарко! Я потею! То есть, реально прикольно! Вообще, в ноябре хорошо еще ехать! Что очень-очень приятная погода в Израиле! Субтитры сделал DimaTorzok